здравствуйте дорогие друзья сегодня я вас познакомлю с шугаглайда в простонародье белка летяга этот вид млекопитающих плацентарных грузунов семейства беличек обратите внимание на своеобразные перепонки между лапками благодаря им этот зверек имеет возможность планировать при прыжке преодолевая внушительные расстояния короче это милое существо послужило идеей для создания специального костюма в котором можно летать даже человеку и мы в этом выпуске попробуем научиться управлять этим самым костюмом а вот получится у нас или нет смотрите в нашей телепередаче друзья давайте внесу немного ясности в происходящее если вы вдруг не поняли тема сегодняшнего выпуска весьма простая сегодня я вам расскажу как стать микс ютором на примере личного опыта в этом выпуске я отвечу на вопросы что из себя вообще представляет костюм крыло где максимально быстро научиться летать в этом костюме сколько нужно потратить времени для достижения стабильного навыка да и вообще сколько это удовольствие стоит на самом деле во время съемок этого выпуска я понял насколько полеты винге раскрывает совершенно новую невероятно скилловую и такую кайфовую сторону в скайдайве оттого выпуск становится еще интереснее а еще мы впервые так сказать импортозаместили весь музон на наш отечественный все названия треков я выложу у себя в телеге ссылка как обычно в описании короче усаживайтесь поудобнее надевайте наушники ну и добро пожаловать новый выпуск план на выпуск у нас совсем не хитрый и состоит он всего из двух частей в начале мы научимся летать на тренажере а затем отправимся в небо где будем закреплять все наши навыки на практике вообще единственный в мире тренажер для вингов находился в стокгольме и у нас уже даже были планы посетить его но импортозамещение и пермские инженеры сыграли нам на руку короче они построили у себя в перми 2 в мире тренажер куда мы незамедлительно и отправились в общем труба еще пока не открылась но нас ребята пригласили посмотреть полетать но давайте я вам сейчас все покажу гол ребят труба работает пока что в тестовом режиме сюда приглашают спортсменов некоторых пробовать летать осмотреть обратите внимание это настоящий самолет по-моему они здесь их делают что здесь пока еще ничего не достроено я так понимаю здесь будет какой-то ресепшен есть какие-то комнаты для переодевания туалеты но все еще как бы на 50 процентов комплит все очень чистенько помещение ничего лишнего нету я думаю что у них будет здесь хорошо не будут со всего мира венский чечки ехать если эта вторая труба в мире будет загружена андрюк смотри уникальный проект короче беру эту камеру в руки давай друг марка же вот здесь вот эта стандартная труба 2 и 8 вертикальная труба также можно прийти по сюда будет полетать вот но мы сюда приехали ради вот этой трубы вот она пожалуйста огромная горизонтальная труба для винк сюта еще нам пацаны сказали что здесь приходили ребята вот эти прыгуны которые на лыжах прыгают вот они здесь тоже тренинг олимпийская ну что теперь пришло время рассказать что это вообще за такой зверь который называется горизонтальная аэротруба рассказываю для полного понимания проведу аналогию с вертикальной трубой так как принцип работы у них предельно схож это все тот же закольцованный поток воздуха который разгоняется и поддерживается сверх мощными турбинами только если в вертикальной трубе рабочий отрезок находится в вертикальном стакане то в горизонтальной трубе этот отрезок переносится в верхнюю часть контура на деле в самом названии горизонтальной аэротрубы кроется небольшое лукавство так как фактически это стакан не горизонтальный а имеет наклон в 45 градусов что идеально подходит для тренировок в инк сюте и как бы это странно не звучало здесь еще могут тренироваться лыжники такие вот дела ну наконец-то пришло время показать вам как протекала наш с димоном обучения сразу отмечу что нам несказанно повезло дело в том что тренировал нас не побоюсь этого слова настоящий сенсей винг-сьют пилотирования встречайте артем он провел нам брифинг где построил наш план обучения ну и сразу же облачил нас в винг-сьют и костюм это сковы движения по рукам и ногам так что я бы не рекомендовал ходить в нем не на работу не на праздник зато в нем можно офигенно полетать поэтому не долго думая артем повел нас трубу где пристегнул двумя тросами к полозим и для начала включил совсем слабый поток чтобы я смог почувствовать поток и себя в этом костюме ощущение странноватые бро все мое что у нас а кручу это зал это рейвом капли пота летят потолку все думаги и свет я че в виду а а а все вокруг меня кардиозона каждый троп это армагеддона а а прыгаю по квадратам как марио бро со мной гады мы со мной юнит бой бой каждый свет это мой бой нужен призовой фонт бой это лал бой скрю я отмегаю в треке за все пусано а 102 регион 100 тварь и мы взяли как стопка листов все трясаемые стены и полы слимы за пультами сейчас будет шоу совсем понятно точнее понятно но не очень после всех этих приколов с полозьями тебя от них отцепляют но все равно держит два инструктора на двух веревках чтобы ты себя не ушатал о стенки и ты ровно с тем же успехом продолжаешь свою учебу в этом супер тренажере кстати учебу в трубе можно сравнить с тем как мы в детстве учились ездить на велосипеде ровно те же этапы чем выше прогресс тем меньше точек опоры короче спустя полчаса налета нас демоном отстегнули от стойла и началась шесть сейчас состояние такое как у космонавта после годового проведения на мкс вот вот надо мне прям подруги вести слушай очень пыхались пытаемся победить эту штуку роман человек который я создал что скоро в каждом дворе москвы будет вот такая и дети будут прям знаешь детского садика в ингаре дворе не будет парочку поставим парочку поставим ребят москвичи кто обламывается лететь впервые во-первых зря во вторых но ждать и скоро появится и первопристойный чё так за первые пару дней мы прошли треть нашего обучения второй день результата нет вообще 0 жарко тяжело да причем вот это помещение супер комфортно но за этим стеклом там везде очень жарко но это самый короткий способ пройти вот весь этот путь и мы в принципе наверное я не знаю как пацаны говорят вот то что мы отлетали вчера это соответствует скольким-то месяцам налета на друг зоне тяжело на дорога в небо ну что ж поделаешь другой нету будем идти по этой ночи погнали второй день одеваем винги сейчас самое время рассказать вам про винксюты потому что это вообще целый мир смотрите выделяет четыре группы винксютов и в теории чем выше у тебя скилл тем больше у тебя костюм крыло разумеется каждый костюм отвечает за свои задачи но мы в эти детали углубляться не будем а то совсем запутаем первая группа костюмов скорее всего предназначен для того чтобы тречь это означает что скорость вертикального снижения остается почти схожей со свободным падением но у тебя появляется возможность перемещаться в горизонтальной плоскости и даже появляется какие-то намеки на рулежку короче в теории это стартовый шаг винксют пилотирования но фактически на них прыгают бейс со скал обычный любитель skydiver как мы с димоном начинают сразу со второй группы конкретно эта группа костюмов это наш размерчик пилотирования эти костюмы очевидно больше чем первая группа и дают возможности простор для безопасного полета на таких костюмах можно прям с удовольствием учиться прогрессировать и летать среди облаков летать в группах и просто с кайфом проводить свои skydive полеты скорость вертикального снижения здесь сильно ниже чем у простых skydiver надеваешь этот костюм и летишь щупать облака и провожать закат в горизонт короче для меня на этот момент эта группа костюмов является золотой срединой даже самому интересно захочется ли мне переходить в третью группу костюмов или нет кстати о ней третья группа это же группа продвинутых винксютеров то есть тех людей кто связал себя с винк пилотированием и дубасит в этих костюмах постоянно здесь уже эти люди начинают прыжки не только с самолетов но и одной ногой становится нашатку тропинку бэйс винксютеров у этой когорты людей уже внушительный опыт и они начинают пробовать прыгать со скал это уже ощутимый риск хотя они еще не подлетают близко к камням и скалам и не щекочет пузом крона деревьев в отличие от проксимити бэйс джамперов которые летают в костюмах четвертой группы ну что почетная четвертая группа костюмов это понятно предназначен для винксют проксимити бэйс джамперов супер легкие костюмы со всякими карбоновыми элеронами для настоящих отморозков вот уже в них люди рискуют своими жизнями выступает на саревах делают сумасшедшие видосы и просто будоражит общественность короче круто красиво дорого никогда себе такой не куплю на выходе получается так что во всех этих костюмах можно прыгнуть с самолета и делать бэйс прыжки со скал но то что касается проксимити бэйса это только четвертая группа ладно с костюмами разобрались приступаем ко второй части нашего обучения значит докладываю день второй за два дня но вы сами видели да то есть я радуюсь как ребенок и бог мы с дмитрием юрьевичем стоим на крыле достаточно уверенно завтра уже будем наверное фристайл крутить приставила не подождите так не получится смотри чтобы так взял на ногу раз вместе в общем за второй третий и четвертый день обучения мы с димоном дожали наш базовый курс обучения который сопровождался адским количеством падения вообще тренировки в трубе занятие изнурительное и кропотливое но зато результат превзошел все наши ожидания вы только посмотрите теперь время пришло для легкой арифметики давайте посчитаем и того с димой мы налетали по 6 часов то есть 360 минут полета каждый и потратили по сто восемьдесят шесть тысяч рублей если учесть что в небе время одного полета в винге составляет примерно две минуты то это равноценно 180 прыжка на прыгать такое количество можно разве что за год и то если очень сильно захотеть ну и как понимаете ценник за каждый взлет укладку парашюта плюс работы инструктора в среднем будет стоить вот столько отсюда делаем вывод что самая короткая и относительно экономная тропинка к получению винг-сюд скиллов это труба так что я с полной уверенности рекомендую этот же путь такие дела ну что друзья мы освоили все базовые принципы полета все нейтрали и все основные перемещения на животе немножечко даже полетали на спине мы наверное уже готовы выходить в небо и поэтому сейчас я вот этим нашим волшебным движением перемещаю нас и вас друзья на аэродром бах ну вот мы теперь тут и готовы продолжить курс пилотируем для этого мы подтянули нашего старого но очень охеренного кореша серега назаров добро пожалуй любите и жалуйте давай с вами узнами здесь мы начнем какие у нас планы надеюсь не здесь закончили да вот это хорошо у нас планы мы сейчас с вами проходим наземную подготовку полностью топчем теорию отрабатываем все практические элементы все частичные отказы и прочее прокатом после этого мы начинаем прыгать хорош планы считаю погнали погнали в ангар в общем-то серега без лишних рассосоливания вручил нам наши тренировочные венги и стал нас вводить в курс дела подход у него строгий но четкий поэтому подурачиться у нас не получилось как бы мы ни старались один систему пока сразу под себе и подгоним и поднимки тоже скажи на каком-то обычном прыгаешь и какой сейчас на тебе ну я сейчас прыгаю на сто девятнадцатом а это сто семидесятый это побольше но в первую очередь мы используем не просто пола побольше мы используем пола семисекционные прямоугольные они являются более устойчивы то есть также как запасной парашют 7 секций больше стабильности быстрее раскрытие менее подвержен к ветрам к турбулям и прочим-прочим более спокойно в управлении пинксюты имея площади они создают те или иные затенения на раскрытии и как правило люди могут получать закрутки и чтобы скажем каждый прыжок не отцепляться не бороться с ними предотвращать их мы используем купола побольше по стабильнее ну то есть более безопасно зачем мне нравится у серёги Назарова дал мне систему попрыгать в лимбе она так и мне подходит и купить хочется ну кстати сколько стоит курс для них или вообще 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 не дорого три цены 25 тысяч рублей курс в него входит аренда костюмов надеюсь прыжков не уходит теоретическая подготовка моя работа в него не включены только мои прыжки которые выполняю с вами то есть 25 тысяч рублей это курс с арендой снаряжения не я потом серёга как следует усадил на нас системы для тех кто не в курсе это ранца с основными запасными парашютами и поручил нам расчехлять наши винги вот это мой прекрасного спасательного оранжевого цвета да если я не смогу разобраться по навигации потому что как правило винди выбрасывают до аэродрома за несколько километров и приличу куда-нибудь скажем в лес в тайгу то поисковые бригады которые будут меня искать смогут меня легко увидеть на фоне серой или зеленой земли в этом прекрасном оранжевом красе ой какой классно его тоже так же серый показал нам наглядно чем отличается старые винги от новых и здоровенные винги от мелких конкретно меня впечатлило очень сложное устройство этих костюмов а далее нам предстояло скомбинировать не только самих себя в них но еще и лямки отранцев та еще задачка пришли собрались одеваться еще раз чекнули свою систему подняли посмотрели что все клапана плотно прилегают все клево все здорово прибор глянули что он у нас на месте и далее мы с вами одеваемся вставляем ногу в ножной обхват смотрим что у нас не перекручен со временем вы норовитесь как бы сразу же регулирует под себя молнии так как они должны быть там под свой рост и так далее и так далее следующее движение элегантно сползаем на пол жопом дальше опираемся на одну руку и аккуратно встаем но полностью не выпределяемся после этого стали уже опрыгали систему чтобы она села по вам так как нужно учет дмитрий юрьевич доиграли все наши игрушки вот эти вот у меня есть еще и по бейс системе на каждом но и антенну кстати мы завязали эта книга уже закрыта как в инксюте по разу чисто для видоса чтобы не затягивать я вам в экстренном порядке расскажу всю остальную подготовку поехали после того как мы одели костюмы серый уложил нас на маты и показал как правильно бросать медузу и отрабатывать в нештатной ситуации казалось бы с нашим опытом skydive мы вполне четко знаем что делать при закрутках или отказе но так как руки и ноги скованы костюмом методика здесь немного другая короче это очень важный этап потом мы подошли к карте и зафиксировали наш путь следования так как самолет выбрасывает нас сильно далеко от площадки приземления здесь очень важно понимать где ты вообще находишься и в какую сторону надо лететь короче тоже очень важный момент финальной точкой наземной подготовки послужил макет самолета где мы узнали как правильно садиться в самолет и самое важное как правильно от него отделяться и вуаля переносимся в наш первый прыг смотрим андрюк во время полета все движения плавные спокойно и никуда не спешим не дороже все утром встаю иду в туалет сворачивай на меня выпрямь выпрямь ноги иногда молчу корчу лицо свое когда ноги нажми сильнее ногами выпрямь ноги вот хорошо круче чуть смотри на меня андрей круче чуть обидим обычный человек я обычный человек как будто ты спухаешь вот ноги вы я обычный слышишь? когда меня злят, я злят левее левее поворачивай левее еще хорошо открывайся особенным что-то делает особенным меня вот и текст закончился вроде бы нет в мире обычный чем я я обычный человек как обычный человек я обычный человек слышишь? самый простой я обычный человек как обычный человек я обычный человек видишь? слышишь? ну че рассказывай страшно а классно волнения ноль серьезно? вообще у ábbe он мне чем Серега говорит что к destination а я понял г нервничаю вообще нервничай да вообще ты не нервничаешь Пацан, я не нервничал. Классно было. Ну скажите, ведь классно? И вот так еще 9 прыжков. И в каждом из них мы отрабатывали что-то новое. Рассказываю. Первый. Сначала мы учились правильно выбрасывать медузу. Потому что здесь очень важно синхронно завести обе руки назад. И также синхронно их развести. Тем временем выкидывая медузу. Если же завести не две руки, а одну, как мы обычно привыкли. То можно уйти в бочку или штопор. А вылетающие из рюкзака стропы скрутят тебя в сервелат. Ну и финал здесь предсказуем. Короче, навык жизненно важный. И мы его отработали первым делом. Второй прыг. Здесь Серега научил нас правильно отделяться от самолета. Потому что при прыжке нужно смотреть на дверь. И в целом на самолет, чтобы не потеряться в пространстве. В общем, этот урок дался достаточно легко. И мы приступили к прыжку номер 3. Третий прыг. Очень страшное упражнение. Потому что в нем ты отделяешься в БП. То есть ты должен сымитировать беспорядочные падения. И выйти из этой ситуации желательно без травм. В общем, твоя задача пролететь как камень несколько вращений. В конечном итоге тебя все равно расправят. Так как в костюм залетает набегающий поток воздуха. Четвертый прыг. Здесь мы уже отрабатывали транзиты в воздухе. В народе это слово расшифровывается как бочка. Если еще проще, то это горизонтальные развороты вокруг собственной оси. Благодаря трубе мы весьма бодро сделали эти упражнения в небе. От чего получили колоссальное удовольствие. Пятый прыг. Самым трепетным моментом во всем обучении стало отделение на спину. Ощущение хоть и немного волнительное, но на практике это самое классное отделение. Ты просто прыгаешь в пустоту, смотришь на убывающий в горизонт самолет, ложишься на своей спине на матрас из воздуха и постигаешь дзен. Короче, очень классно. Шестой прыг. Задача вылезти на место видеооператора и сигануть оттуда. Сложность заключается в том, что в Винге сделать это крайне тяжело. Поток тебя сносит, так что если ты занял неправильную стойку, то ты можешь влететь в хоз самолета, ну и все. Привет новой юрисдикции. Остальные прыги, пожалуй, это самая кайфовая часть нашего обучения. Здесь мы научились летать в связке, аккуратно подлетая друг к другу и следуя одним курсам. А благодаря рации можно обсудить путь следования. Да и вообще просто поржать над чем-нибудь во время полета. В общем, научившись летать в Винге, ты чувствуешь себя прям с самолетом. И эти ощущения ни с чем не спутать. А это по своей сути именно то, ради чего мы и проходили все это Вингсьют приключения. Ну что, друзья, вот и закончился наш курс. И вот на этом замечательном закате мы сейчас втроем финалочку дадим. В общем, сейчас все увидите, будет очень красиво. Вообще, в своей практике я часто вижу на дробзонах этих загадочных Вингсьютеров. И всю дорогу даже и не понимал, в чем прикол. И почему они каждый раз так восторженно радуются по приземлению. Теперь понимаю и в очередной раз убеждаю, что удивительное рядом. Не только в Скайдайве, вообще везде. Поэтому, друзья, не бойтесь открывать и пробовать для себя что-то новое. Мир просто напичкан классными движухами. Стоит только вытянуть руку. Ну а под конец выпуска, я надеюсь, что вы заценили Отечественный музон. Все треки вы можете найти в моей телеге, поэтому переходите по ссылке в описании. Но у меня все пока. Если еще не подписались, то сделайте это сейчас. И поставьте колокол в положение «Все», чтобы не пропустить новые выпуски. Всех обнял. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, день у нас закончился. Все отлично. Самое главное, все живы-здоровы. Это самое главное. И еще, если мы прыгали бейс и я от себя не рекомендовал, то вот это, ребят, я вам рекомендую. Потому что, мне кажется, это относительно безопасно, если соблюдать все регламенты. Как ваше мнение, Дмитрий Юрьевич? Да, вот если проходить курсы у Сереги, прям очень четко. Мы прям за два дня, за 10 прыжков кайфанули. Прыгнули на финише втроем. Полетали на спине, на животе. Транзиты, бочки, сальтухи. Да блин, мы все сделали. Я теперь могу один, зайти в самолет, в винге выборгнуть. И все будет нормально. Серега, спасибо большое. Братан. Субтитры сделал DimaTorzok